ЕГЭ не сдам? Пойду в вебкам. В последнее время я все чаще и чаще слышу такие слова, конечно, в шутку. Если ты сейчас в 11 классе и совсем скоро уже сдаешь ЕГЭ, то хочу тебя поддержать и замотивировать, у тебя все обязательно получится. Многие 11-классники настолько сильно переживают из-за экзамена, что из-за этого забывают подумать об одной важной вещи. А куда же нести драгоценные баллы после экзамена? Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно выбрать ВУЗ для поступления. Поехали! Проверь, что ВУЗ прошел аккредитацию. Именно она подтверждает, что весь образовательный процесс соответствует стандартам. И именно аккредитация ВУЗа гарантирует, что твой диплом, полученный после окончания универа, будет признан в обществе. Проведи исследование репутации своего будущего универа. При этом пользуйся различными источниками. В интернете есть сайты с рейтинговыми списками ВУЗов. Причем эти списки поделены по специализациям. Допустим, если ты хочешь поступать на химфак, можно познакомиться с рейтингом всех химических факультетов нашей страны. То же самое касается и медицинских ВУЗов, и различных других специализаций и направлений. Помимо этого, есть сайты с отзывами студентов и выпускников. С ними тоже нужно обязательно ознакомиться. Так вот, исследование репутации университета говорит о уровне преподавания, о том, какие классные там сотрудники, и о том, какой спектр возможностей ВУЗ предоставляет для своих студентов. Обязательно зайди на сайт своего будущего универа и познакомься со списком предлагаемых образовательных программ. Посмотри, какие есть курсы, какие дисциплины специализации, есть ли возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий. Короче говоря, тебе нужно точно убедиться, что образовательные программы соответствуют твоим интересам и целям образования. Обязательно ознакомься с профессорско-преподавательским составом. Посмотри, есть ли там специалисты, которые специализируются в твоей выбранной области. Обязательно познакомься с инфраструктурой ВУЗа. Проверь, есть ли в нем современные аудитории, лаборатории, библиотеки, спортивные площадки. В общем, все то, что тебе может понадобиться для комфортного обучения. Также не забудь и про комфортное проживание, если вдруг тебе понадобится общага, если ты переезжаешь в другой город. Посмотри, какие общаги. Можно найти фотки, отзывы. И вообще, узнай, что нужно сделать, чтобы получить общежитие, потому что это не всегда так просто сделать. Конечно, все стремятся поступить на бюджет. Но это не секрет, что не у всех получается. Поэтому нужно заранее подстелить себе соломочку и посмотреть, какова стоимость обучения всех ВУЗов, в которые ты будешь подавать документы. Нужно посмотреть, можно ли там получать стипендии, какие стипендии есть. Можно ли получать материальные помощи, какие-нибудь социальные выплаты, выигрывать гранты, получать скидки. То есть, вот это вот все нужно обязательно проверить, сделать такой финансовый анализ и выбрать тот ВУЗ, который будет тебе по карману в том случае, если вдруг бюджет пролетит. Но надо помнить, что всегда с платки можно перевестись на бюджет. Про такую опцию тоже можно заранее узнать прямо в приемной комиссии. Если ты готовишься к ЕГЭ прямо сейчас и собираешься поступать в ВУЗ в этом году или в следующем году, особенно, если ты хочешь поступать в медицинский ВУЗ или на химическое направление, биологическое направление, короче говоря, собираешься сдавать ЕГЭ по химии, то тебе нужно обязательно следить за всей самой важной, полезной и актуальной информацией по поводу ЕГЭ по химии и по поступлению. Вся эта информация ждет тебя в нашем телеграм-канале, который веду лично я. Обязательно подпишись на него по ссылке в описании к этому видео, а также по QR-коду, который видишь прямо сейчас на экране. Обязательно обрати внимание на местоположение ВУЗа. Для себя нужно заранее определиться с тем, насколько тебе будет вообще комфортно слишком долго быть вдали от родительского дома. Для кого-то это ок, для кого-то это супертяжело. Заранее определись, насколько часто ты захочешь возвращаться домой к родителям. Со временем ты привыкнешь жить даже в другом городе абсолютно нормально, но все-таки такие возможности лучше просчитывать заранее. Учти, что в ВУЗе тебе придется провести не один, не два и даже не три года, а гораздо большее количество времени. Поэтому хорошенько определись с местоположением универа. В ВУЗ мы поступаем, чтобы получить профессию, а потом классную работу. Обязательно посмотри о возможностях трудоустройства после окончания ВУЗа. Посмотри статистику по выпускникам, кто где работает, в каких отраслях, на каких специальностях. Эта информация обычно есть на сайте ВУЗа. Также посмотри, сотрудничает ли ВУЗ с какими-то предприятиями, местными или может быть даже международными. Это поможет тебе составить представление о перспективах трудоустройства и о дальнейших возможностях и карьерном росте. На основании этих советов и этих критериев я советую тебе составить такую сводную табличку с выявленными плюсами и минусами, сильными местами и слабыми местами. И на основании этой таблицы уже сделай осознанный выбор тех ВУЗов, которые будешь подавать свои документы после того, как сдашь ЕГЭ. Обязательно поставь палец вверх под этим видео и подпишись на этот телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых свежих и важных новостей по поводу ЕГЭ по химии. До встречи!